Как помочь малому предпринимательству не только удержаться на плаву, но и дать возможность вырасти? Для того, чтобы поддержать предприятия бизнеса, из республиканского и федерального бюджета выделены средства. Их могут получить предприниматели с перспективными бизнес-планами. Согласно положениям, согласно постановлению главы администрации, у нас есть критерии отбора предпринимателей, в которых предусмотрено создание новых рабочих мест, действующих рабочих мест, саморассматриваем уровень заработной платы, доля собственных средств, вложенных предпринимателями, и также не менее важный показатель перспективы развития. Сегодня мы проехали уже порядка пяти предпринимателей. Конечно же, очень много вопросов возникает. Ряд предпринимателей не трудустраивает официально своих работников на рабочие места. И, конечно же, в первую очередь это просто обидно. То есть предприниматель идет к нам, получается, за поддержкой, то есть он просит средства из бюджета, при этом не внося никаких налогов в бюджет, не пополняя бюджет. Есть предприниматели ответственные. Это те, кто уже трудоустроил ряд работников и планирует еще создать новые рабочие места. У них есть трудовые договора. То есть, соответственно, отчисляется официально белая заработная плата, отчисляется официально НДФЛ. И, конечно же, в первую очередь, наверное, я думаю, что комиссия будет поддерживать именно тех предпринимателей, которые социально ответственны. На получение господдержки заявки подали 15 предпринимателей, работающих менее года. И столько же организаций, уже утвердившихся на рынке. Они же рассчитывают на возмещение расходов по договорам лизинга. Размер оказываемой финансовой помощи рассмотрен на Координационном совете по поддержке предпринимательства. Было принято решение, что на стартап мы выдаем в одни руки 300 тысяч рублей, и на лизинг в одни руки до 5 миллионов рублей, в зависимости, смотря как оформлена конкурсная документация, какую сумму предприниматель оплатил. Эти суммы будут выделяться по итогам конкурса. То есть, те, кто большее количество баллов набрал, получают сумму. Второй, третий, все, что останется, но остатки достанутся кому-то уже последнему. Конечно, тех средств, которые выделяются из бюджета, нам недостаточно, но мы вплотную работаем с Министерством экономического развития, чтобы нам увеличили сумму поддержки. Организации, получившие финансовую помощь, должны будут представлять ежеквартальный отчет о распределении средств. При нарушении требований деньги должны будут возвращены бюджету. Лучше сегодня, на сегодняшнем этапе, предусмотреть именно все вот эти риски и постараться дать именно тем предпринимателям, которые действительно создадут те заявленные рабочие места, чтобы потом не встречаться в прокуратуре, в судах и не возвращать эти денежные средства, чтобы предприниматель не ушел в какие-то кредиты и так далее, и так далее, не усугубил ситуацию со своим производством, скажем. Одни занимаются изготовлением металлоконструкции, другие – ремонтом бытовой техники или готовы начать строительство домов. В числе претендентов на получение субсидии и одно из предприятий общепита. Если начинаем вот мы с нуля, помощь, конечно, нужна. Мы без нее никак. Столько охоты женщин принять, столько без работы ходят. Все просятся, ну, а немножко средств не хватает. Ну вот сколько, вот это даже… Вот если мы начинали, здесь пришли вообще, у нас было пусто. Начинали с ремонта, потому что все покрасить надо. По снотарее все нужно кухню оборудовать, как положено. Это все затраты. В первую очередь, конечно, мне охота немножко производства открыть. Это изготовление полуфабрикатов, чтобы девчонки у меня были заняты от и до. Мы же от банкета к банкету живем. Только банкетами. А между банкетами как-то у нас немножко вот… Чтобы девчонки были заняты, можно было еще принять людей. Кто получит средства, это будет решать комиссия, в число которой входят представители администрации города, Союза предпринимателей и общественность.